Шнитке, Булгаков, Гоголь. В ростовской филармонии читают классику под аккомпанемент симфонического оркестра. Михаил Булгаков переместил гоголевских персонажей в Неповскую Москву, и они прекрасно там себя обрели. Альфред Шнитке написал Гоголь-сюиту к спектаклю театра на Таганке. Рассо соединил эти произведения и представит их 11 сентября в программе «Перезагрузка. Концерты для всех». За дирижерским пультом Игорь Макеров читает Николай Мальцев. Мюзикл по мотивам известного советского фильма «Любовь и голуби» покажут в ростовском музыкальном. Получившего производственную травму работника леспромхоза Василия Кузякина отправляют поправлять здоровье на моря. Там происходит роковая встреча. В свою деревню Василий уже не возвращается. Он живет в городе у разлучницы Раисы Захаровны. Там все странно и интересно, но дома остались Надя, дети и голуби. Спектакль идет на камерной сцене музыкального 17 сентября. Эта постановка произвела настоящий фурор на Зальцбургском фестивале. Травиата Вилли Деккера с Анной Нетребко и Роланда Вильясоном покажут в Большом в рамках проекта «Театр HD». История о жертвенной любви парижской куртизанки, о предубеждениях общества, об уязвимости человека перед предательством, болезнью, смертью, воплотилась в ярких характерах вне времени или места, с подлинным вокальным совершенством в драматическом единстве, музыке и движении. Увидеть на экране можно 15 сентября. А в киноцентре «Горизонт Cinema and Emotion» спецпоказ фильма «Петровы в гриппе». Он автослесарь, она библиотекарь, вместе не живут, растят сына. Все обычно. Но под Новый год один за другим Петровы заболевают гриппом, и их жизнь превращается в полнейший сюр. Мировая премьера состоялась в этом году на Каннском кинофестивале. 12 сентября можно не только увидеть фильм, но и обсудить его вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым. Еще больше культурных событий Ростова и области в радиоафише «Куда пойти» на «ФМ на Дону» по пятницам. Наталья Тарасова специально для новостей «Дон-24».